Здравствуйте дорогие друзья! Ну что ж, канал Саша Тайни Лайф приветствует вас сегодняшним прекрасным днём. Мы решили всей большой семьёй выбраться на прогулочку. К нам приехал Кирюха, сейчас мы взяли с собой его, взяли всех детей. В общем, увидите всю нашу большую компанию, мы пойдем прогуляемся в один красивый немецкий город. Но сейчас не об этом. Кирилл решил мне продемонстрировать свой новый савбуфер в машине, который ему подогнали здесь, в Германии, на халяву. Просто вот так. Можно открыть? Или надо изнутри слушать? Это заносядь машину! А я его уберу из багажника. Надо сесть. Ну-ка. Так. Во дверь. Нормально? Нормально. Прикольно. А что? А что твои девчонки скажут? Нормально? А им нравится, когда мощная музыка. Да? Всем прям? Да. Смотри. Все, девчонки, мы балдеем. Нормально, да? Какой классный музон. Старый. Прикольно. Прикольно. Поздравляю. Спасибо. Моя девчонка, вот эта вот, вот там вот, она бы была против такой музыки. Да, Танюша? Не, ну иногда можно, но если ты все время так ездил, я бы... Поздоровайся с дорогими зрителями. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие зрители. Ну что, погнали. А сейчас втыкнем любэ тихонечко. Нет, я только не люблю тебя. Только мы с конем. По полю вдвоем. Только мы с конем. По полю вдвоем. Да, вдвоем. Да, я шучу. Радио послушаем. Ладно, погнали. Все, подъехал уже вот Миша. Миша, это мой кум, приехал вчера с своей подругой. Мы вчера снимали, я просто не знаю, влог выйдет вчерашний или нет, потому что мы его не досняли до конца. Если вдруг вы не видели, то это как бы мой кум. Сейчас отправили Артема за водой в киоск, потому что сегодня воскресенье и все закрыто. Но киоск у нас здесь один открыт. Покажи, как это воду. Ты газированную взял? Нелегко газированную. Я же просил негазированную. Я просил негазированную. Короче, взял такую воду. Знаете, сколько она стоит в киоске? Два, мать его, 50. Два, 50 за воду. Офигеть. Это водительство. У меня нет слов вообще, как разводят людей. Типа, да, воскресенье, у тебя нет вариантов. Не хочешь с раковины пить, плати 2,50. В общем, так, мы едем в город Моншал. Мы уже говорили. В общем, у нас получается здесь Кирилл, Тимур, Артем, Таня и я. И там мой кум со своей девушкой и с Миланой едут на Вонмобиле. Вонмобиль это трейлер на колесах. Только это не трейлер, а дом на колесах, только в миниатюре. Мини такой у них. Двухместный. Ну да, наверное, двухместный, да, для вот таких, как мы с Таней на пенсии. Да? Типа того. В общем, я потом вам сделаю обзор, покажу вам, что там как. Миша разрешит. Куда он денется? Кум не может мне запретить. Вот. Так что погнали, друзья, в город Моншал. Замечательная погода, солнышко, желтые листья. 6 градусов тепла. 6 градусов. Для Тани явно не тепла. 6 градусов холода. Это здесь 6, а там будет холоднее. Ты говори правильно, 6 градусов холода. Холода. Но мороза просто как-то вроде бы нет, потому что не минус. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, друзья, мы припарковались, причем бесплатно. Если поехать в самый город, в старый, парковаться, там очень дорогая стоянка. Здесь бесплатно. Но вопрос просто в том, что нужно будет немножко пройтись пешком. Сам городок находится вот там, внизу. В общем, мы встали. Миша вот здесь тоже встал. Миша, покажи свой бус нам. Ну смотри, что там покажут. Что там у тебя внутри есть? Можешь все открывать, смотреть, ты все разрешаешь. Прямо все, а? Смотрите. Во-первых, начнем с того, что наклеечки, да, с которых они, где они бывали. Прикольно, да, ты как бы у тебя на память. Здесь все очень просто. Столик, кухонька, раковина здесь видно. Есть, наверное, холодильник, я не знаю, как он открывается. В общем, здесь стол для того, чтобы кушать. Вот здесь руль, два пассажирских места. Кстати, есть еще два, где можно пристегиваться, значит, здесь на четыре человека. Если ремни безопасности предусмотрены, значит, можно пристегиваться и ехать вместе. Ну что, ты классный, ты едешь, у тебя сразу столик, в принципе, как в поезде, да? И там сидят родители. Так, это получается на четверых, хотя бы сидячих. Ах, а спать. А вот она спальня, смотрите. Спальня на двоих. Спальня реально на двоих, полочки. На самом деле, по размеру он как простой бус. Обычный. Да, немножко тесно, но вдвоем побалдеть вполне себе можно. Как оно? Должны быть какие-то магниты, не знаю, как они нажимаются. Ну ладно, не суть. Плита. Газовая. Полочки. А вот здесь включается вся аппаратура, обогрев, хайцунг или так называемая автономка. Вот здесь я сижу. Вот здесь. Где ты сидел, Милана? Здесь. Здесь ты сидел, а? Ага. А, вот твое место, правда, стульчик. Классно, удобно, когда стульчик есть? Да. У меня здесь были игрушки, я здесь играю. А вот я разобрался, надо просто посильнее сделать. Я просто боялся сломать. Ну что здесь, кофе, стаканчики? Это как бы не самого Миши Буста, а его родителей. Как бы они путешествуют вдвоем. Миша у них давно вырос, он единственный сын. Вот они постоянно где-то катаются. Прикольная вещь, реально. Уже не знаю. Миша, когда родители его покупали, в каком году? В 2000. Я с армии пришел, тогда мы его ездили в 2009-2010. В 10 лет ему, да, уже? А, ну да, 10 лет. Ну, то есть он же вполне себе не новый. Нет, он не новый. Но выглядит он замечательно. 50 тысяч проехали. 50 тысяч проехали только? Да. Только 50 тысяч? Ну, на нем только вот тут ездили. Больше ничего. Мне кажется, я бы на нем каждый день ездил. Ну, в общем, так вот. Такая прекрасная машина. Обзор окончен. Пошли. Я вам скажу, этот городок, он прям дышит стариной. Вот вы сейчас все увидите. Он просто... Я надеюсь, я смогу на камеру передать эту атмосферу. Но он прям дышит, понимаете? Вот прям старинная брусчатка такая. Такие старые домики, старые улочки узкие. В общем, это очень здорово. Попробую вам все это показать. Ну, насколько смогу. Попробую вам все это показать. Все, спускаемся и спускаемся. Спускаемся и спускаемся. За нами крепость. Узкие дорожки. И все из камня. Такого покрытого мхом. Как это все красиво. Боже, как я это все люблю. Я бы здесь даже хотел жить. Ну, это, конечно, непрактично, Таня говорит. Это дети, коляски, проблемы постоянно в гору. Хотя, в принципе, если есть машина. Вот здесь, Таня, у тебя было бы больше мотивации на права сдать. Потому что пешочком бы ты не хотел здесь ходить. Но красота есть красота. Сейчас мы уже почти спустились в сам город. И начнется уже такое. Что-то более интересное. Свежесть. Ноябрьская такая свежесть. Осенняя. Не знаю, понимаете ли вы меня. И немножко сырость. В общем, прикольный запах. Здесь, кстати, какие-то старые ступеньки. Смотрите. По ним уже давно никто не ходит. А я пройдусь. И куда они идут? В никуда. Вот так вот. Ну, и здесь, конечно же, они. Вот эти вот типичные немецкие домики. Типичные. Но это то, что вы видите на картинках. Те, кто не живут в Германии. Это вот это вот. Алене и Диме особенный привет. Потому что вы здесь были с нами. Это было тоже зимой. Тоже зимой. Это было в декабре. Это был рождественский рынок. И вы помните, да, атмосферу было здорово. Отпишитесь в комментариях, как вам воспоминания. Все ли так? Ничего ли не изменилось? Здесь просто шикарно. Я бы сюда еще раз приехал на ждественский рынок. Может быть, все-таки надо это сделать. Потому что здесь все-таки особая атмосфера. Как ни крути. Нету мусорников. Вот я сейчас шел с баночкой, да? И нигде нету мусорников. Смотрите. Нигде. И так по всей улице. И вот в частных домах есть мусорники свои. И люди составляют эти свои бутылочки, баночки. Ну, потому что некуда деть на самом деле. Потому что в Германии за мусор надо платить. И каждый платит лично. И для общества, для общественности своих мусорников нет. Ты этого не заметил во всей Германии? Что ты идешь по улице, и тебе часто некуда выбросить мусор. Заметил. О, старый Горш, смотри. Видишь? Гойка. Единственное, что было бы прикольнее. Я вот когда-то говорил, что если бы они здесь запретили ездить машинам. То бы они вообще бы едят. Да. И разрешили ездить только лошадям. И еще, знаешь, что я говорил? Было бы классно, если бы они сделали так, чтобы при входе сюда ты должен одевать обязательно костюм. Ладно, хорошо. Хист-то немецкие. Хорошо, пусть местные ходят туда хотя бы. Знаешь, такие барышни красивые, типа там кареты и все дела. Ну, для атмосферы. Да. Я снимаю, что-то. Нравится? Примерь. Ну что, примерь. Сейчас будет, знаешь что? Давай, давай. Гоп-стайл? Гоп-стайл. О, четко вообще. Четко вообще. Повернись. Бок-стайл. Вообще четко. Я бы на то место взял. Вот отвечаю. Я бы носил даже. Четко что ли? Вообще четко. Ты знаешь, какого-то на дагестанца похож? Да. Нет, это не в укор, это прикольно. Вообще четко. Мне кажется, сейчас это самое. Мне вообще очень нравится, реально. Отправь жене. Сейчас сфоткай, давайте от стороны сфоткаю. Но это не совсем то, покажи. Давай сфоткай. Как встать? По-разному. Сейчас, дай. Во, прикольно. Еще. Так. Ну, короче, нормально. Она уже пишет тебе что-то. Нормально, да, ему? Смотри, Миша. Ну, идет. Прикольно, да? Идет. Да, правда. Кирюха, ну что, берем? Нет. Что это ты взял? Червя? Сладости. Кирилл отказался брать. Я отказался. Кирилл говорит, дорого. Дорого, 19 евро. Куда же. Там шерсть, наверное, да? Там шерсть. Она прикольная. Она прикольная. Татьяна, такое не носят в Германии. Саша. Здесь нет таких морозов. Это надо ехать в Сибирь. Да. Это очень красиво, но здесь такое не носят. Ну, Саш, я мерзла. Хочешь взять? Ты будешь рядом каждый день одевать ее? Не знаю. Ну, прикинь, она купит и не будет носить. Всего лишь 35 евро. 35 евро. Папа. Это не натуральность. Это все такое. Это все такое. А вот, ребята, я вам покажу, как выглядит рождественский рынок здесь. Есть фотографии висит на стенке. Примерно вот так. Но это только часть рынка. На самом деле, правда, здесь небольшой. Но вот примерно вот такая вот атмосферка. И ты ходишь по всем этим лавочкам, что-то покупаешь, пьешь. Глювайн. И здесь, как правило, всегда снег. Потому что здесь низина, получается, горы. И здесь всегда холоднее. Вот. Зато я вам показал рождественский рынок. Если хотите посмотреть на него живьем, то пишите в комментариях. Может быть, мы вам покажем. Это вот. Это именно здесь, да? Да, это вот на Рождество. Через две недели, да. Вот эта вот площадь. Вот здесь вот будет сам рынок. Она буквально здесь рядом. И вот стоит уже табличка, что с сегодняшнего дня нельзя парковаться. Значит, уже будут строить домики. Вот разметка розовая, где можно ставить. И вот так вот, в принципе, это будет здесь выглядеть. Так что, видимо, что с завтрашнего дня они начнут уже застраивать здесь все. Так что скоро рынок. Мое предложение все еще в силе. Хотите, я приеду, покажу. Хотел показать вам вот этот вот домик. Смотрите, какой он узкий. Он, я не знаю, можно ли реально это передать, но он реально узкий. Как и на чем он держится, выглядит, конечно, очень жестко. Такое ощущение, что он рухнет, потому что он прям на краю стоит. Смотрите. Как в сказке, да? Обалдеть. Слушайте, такое ощущение, что он покосился на левую сторону. Как будто вот завалится. Вообще четкий, вообще четкий. Так, все заметили, какой-то кривой дом стоит вот там? Насколько он покосился, видите? Обалдеть. И там люди живут. Они все стоят, один влево, другой вправо. Видишь, да? Да, я слышал. Мы решили зайти сейчас в одно место, где делают вкусное пиво. Ну и заодно идти кафешечку, где детям покушать, наверное. Мне сказали, что нужно попробовать именно темное пиво. Да? Это Рома сказал нам. Рома здесь был, Рома пробовал. И вот Рома выслал нам адрес этого. Это какой-то музей, кстати. Музей какого-то пива. Что он сказал? В общем, нам идти до него 12 минут. А, 12 минут ехать? Идти. Так что погнали. 12 минут идти? Да. А теперь мы зашли на одну из самых моих любимых улиц. Чем она тебе любимая? Она такая дикая. Дикая улица? У нее по двум сторонам дома высокие. Такая узкая улочка. Она вот такая типично старинная. Мне она очень нравится. И здесь такие запахи старины. Знаете, вот такая полусырость такая. Не знаю даже, как объяснить. Это пахнут старые дома. Чем? Да, да. Ты знаешь, зачем я говорю? Я знаю запах старого дома. Когда идешь по нему, он скрипит. И вот ты чувствуешь, да, вот такая узкая улица. Дома по двум сторонам. Это одна из самых любимых улиц моих здесь. А вон Саня, еще крючок даже висит. Да, да, видишь? Это если знаешь, если все плохо. Тепрайши. Тепрайши. Тепрайши наверх. Вот висят, а вам на эту камеру не видно, но наверху висят такие, как лебедки, чтобы поднимать продукты или вещи, или мебель наверх. Видимо, я думал, что здесь очень узкие пролеты, скорее всего. Сейчас посмотрим. А это магазин? Или ресторан? Стой, если тебе нужно занести диван или шкаф? Это очень сложно. А еще на четвертый этаж? А в той квартире, где мы в первой жили, там тоже была? Ну да. Вот для этого и придумали вот эти вот лебедки наверху. Вот они, вот прям над нами. Опускается трос вниз и поднимается наверх все. Очень логично, сейчас так не делают. Вот это вот вообще обалденная улица, она просто шикарная. Еще вот в этом штольберге где-то был, есть похожая улочка, тоже старинная, возле замка. Мы там тоже гуляли. Вот можно было пройтись. А вот черная, да, есть еще. Прикольно. Прикольно, прикольно то, что я реально не знал, что здесь такие можно купить. Я всегда их в Испании искал. У меня обе из Испании. Так что кому интересно такие сумки, вы знаете, где их можно купить. Реально во всей Германии таких не было. 10 евро. Да, в Испании тоже стоят десятку. Десятку, да? Ты как? Реально прикол, блин. Тань, смотри, что Кирилл нашел. Прикинь? Да. А сколько стоят? 10 евро. Десятку, как в Испании. В Испании дороже было. Дороже? Десятку. Десятку они в Испании стоили. А может 8, нет? Точно 10? Ты где-то говорил на видео. Самое прикол, что мы их нигде в Германии не видели, только здесь, да, нашли? Прикол. Цвет хороший, да? Там была еще и другого цвета. Да? Да, сам прикол, да? Теперь мы знаем, где они есть. Сейчас тест, помещается ли экшн-камера вместе с кошельком. А положи его наоборот, кошелек. Куда? Ну, поверни вот так вот, чтобы он глубже шел. А, ну вот, да. И это вот так. И камеру сверху, вот. Вот так делаю я. Шикарно. Кирилл, это видел. Да, я знаю. Потом немножко перераспил камеру, достал и все, и все дела. Дождь двиг. Четко. Ну, шикарно. Вот, правильно, что сегодня согрелся. Хотя бы ради этого, да? Да, рационечку приобрел. В общем, по надписи все совпало. Надпись есть. И она именно та, что Рома прислал, но... Там написано, типа, какой-то подвальщик будет. Ничего нету здесь, все закрыто. На лифу там ничего нет, там дорога уже, я смотрел. Может, вот там раньше было? Слушай, скорее всего, оно просто закрылось. А, ну... Короче, только это... Ну, это когда первое воскресенье, второе воскресенье, вот такое. Ну, вот эти, знаешь, первые... Ну, да, так они не работают, да? Да, да. Адвент, в октябре они работают. Замстаг, зонтак. С пяти до четырех или до си до пяти. Короче, это надо ехать на рождественские эти. Когда свечи жгут, адвент. Блин! Ладно, пошли кафеху искать какую-нибудь просто. Самое интересное, что все, что бы нам Рома не посоветовал, оно обычно всегда закрыто. Ну, в общем, это начиная с декабря по выходным можно заезжать. Аккуратно. Мы решили зайти в простую какую-то кафешку. Я надеюсь, она тоже... Почему? Дерни за ручку. Пошли. Что это? Темнота. Запах чувствуешь? Темнота. Ааа, это то, что я говорю, да? Ты чувствуешь? Старо, пахнет. Давай здесь посидим просто. А вот кафешка сама. Вон кафешка сама. Кафешка, видишь, здесь никого нет. Тут от темы и тихо. И страшно, да? Да. А ничего не работает? Давайте сами посидим здесь и пойдем. Легко. Че? Вот дядя, дядя. Алло. 17 часов. Подошел хозяин, сказал 17 часов. Че он сказал, закрыто? С пяти. С пяти. Почему нельзя раньше начать зарабатывать? Вон там есть какая-то шкафа. Там, кстати, очень уютно. Я бы сюда заехал. Там такая атмосфера, как мне нравится. Старины такой, знаешь, прям. Может быть. Но это наверняка я знаю теперь. Как называется? Энтре Ноус. Хрен знает, кто такое название вообще придумал. Это что? Это мы сейчас зашли. Это мы только вот тут застрялись. Да ладно, не может быть. Вот где можно погулять. Вот куда надо, в этой культуре. Не знаю, не знаю, что это. Слушается, мы вот здесь сейчас. Да. Смотри, здесь все это. Да ладно. Здесь бургерная. Смотри. Ого, ого. Смотри, водопад есть. Вы что, серьезно слушаете? Ну-ка, пойдем. Как мы у дачника зашли в кафе, что-то. Подожди, или мы здесь парковка? Да, это одна из парковок. А вы здесь первый раз? Ну, здесь первый раз. Ты тоже? Да. Удивительно. Слушай, чего здесь только нету? А, наверное, послабили? Да. Чего здесь только нету? Посмотри, всякие висюльки. Ну, оно все красиво, но на самом деле куда есть. На самом деле, да. Оно очень красиво, но дома ты не знаешь, куда это положить. Это как, игрушка. Все, это все из стекла, прикинь. Все дело здесь. Тань, елочные игрушки. Тань. Просто обалденные. Посмотри, какие елочные игрушки. Смотри, с дырочками внутри. Там можно свечку зажигать, наверное. Обалдеть, это рай для Аленки. Алена. Алена, ты посмотри на это. Алена, посмотри. Какая прелесть. Я прям вижу, ты со стула даже подскочила. А, ты шоколадная девчонка. Вообще четкие. Какие большие. Не знаю, как передать. Тут, смотрите, это вот рука. Вот рука. И это шар. Обалдеть. Смотрите, вот вы когда-нибудь видели бога оленей? А мы еще прикалываемся, да? Типа, ты рогатый, ты там такой-сякой. Есть бог. Есть бог рогатых. Обалдеть. Палатка? Ты все, что связано с палаткой, сразу нас напоминаешь? Какой-то одноместная. Да, одноместная. Да, клевый, кстати. Типа футбольный болельщик. Фотограф. О, кстати, вот это вот, наверное, надо мне такое подарить. Вот это вот. Это не я, так? С футбольными болельщиками, смотри, весь. Прикольно. Блин, здесь такие вещи можно посмотреть. Просто вот для пацанов можно на весь день зависать. А что, мы сейчас с тобой вот так вот бы сели бы на полу. Да, да. Вот если бы нам открыли бы все вот эти полочки, я тебе реально говорю, так оно и было бы. Несмотря на то, что нам по 30 с небольшим. Просто нереальные вещи здесь. Ну, просто обалдеть. Посмотрите, тут все коллекции Bugatti, Porsche, Lamborghini, Mersos. Мама родная. Чего здесь нету? BMW, Volvo. BMW старые, 30-х годов. Кстати, прикольная BMW вот эта вот. Обалдеть, обалдеть. Кирюха. Нам бы такое в детстве кто-нибудь подарил. Да, коллекция таких машин, да нет? Просто бомба. Ну, хотя бы парочку. Да мне бы хотя бы одну. Куда бы я мог бы сели. Кстати, они не такие, они и дорогие. По 29 евро. У нас в Ахине продаются еще дороже. Во, моя звонит. Алло. Мальчики отдыхают. Ну, мы в мальчическом отделе. А вы на выходе? Сейчас мы идем с Кирюхом. Мы тут зависли немного. Все, идем. Кирюх, нас все ждут, а мы с тобой играем. Миша уезжает уже. Миша надо дорогу, далеко домой ехать. Все, пока Миша, давай. Давай, давай, Саня. Все, счастливо вам, ага. Давай, давай. Миша, сиденье где-нибудь там оставь возле машины? А мы тем временем зайдем вот в эту вот кафешечку. Челлен. Челлен? Есть там места есть? Есть там места есть. Челлен. Челлен. Так, ну что ж, наш выбор сегодня пал. Я заказал себе драники с лососем и соусом. Таня заказала себе. Но она, конечно, не скушает, придется ей помогать. Здесь картинки нет, но вот это вот гриль Хакса. Это то, что мы кушали на Октоберфест. Да, ну, наверное, такое должно быть. Стоило столько же, например, да? Посмотрим, где вкусно. Смотри, он стоит 14,90. Ну, там вкусно было. А блины стоят почти столько же. Ну, на 2 евро. Значит, они большие должны быть, наверное. Посмотрим, ожидание, реальность. Да. Кирилл заказал себе тоже эту Хакса. Гриль Хакса. Ну, и, конечно, мы взяли попить. С этим все просто. Мы взяли по пиву. Мы с Кириллом взяли по 0,5 вот это вот Эдингер. Ну, и Таня 0,3. 0,3 Кельш. Все, в принципе. А, ну, детям мы взяли детские меню. Там картошка фри с колбаской и со шницелем. Так что, в принципе, сейчас сидим и ждем. Ямас. Прост. Надо мясу дождаться. Потом на второй захочется. А по второй нельзя. Кириллу можно. А, нет, мы тоже за рулем. На машине нет. Надо терпеть. Ждем мяса. Я так понимаю, что это у Хакса не так быстро приготовить. Да, наверное. Если они ее сырой будут делать. То есть, это нам надо подожрать. О, какая красота. Это что нам привезли? Это что мы заказали, да? Хрустящая рулень. Очень, да. А у тебя что? У меня вот это вот. Картофельные блины, лосось, соус. Похоже на блинчик. Картофель, кажется, картофельный блинчик. Три. Ну, наверное, три там где-то должны быть. Под лососем. Да? Два, не обращайся. Три. Не, два. Два. А по картинке было три. Да, на картинке было три. Ну, ладно. Так, все, будем. Два бутера с маслом и салатик. Кирюха, это бомба. Ну, кстати, немцы едят его руками. Вот он еще принес. На видео, помнишь, где-то сказал, мы там кушаем тортия, круг, книг, где-то... Нет, участвовали я, Артем и папа. Ты не участвовала. А помнишь, там, где у нас были огурцы, там, бананы, едики? Нет, 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 это другое видео. Там шоколад ростайный и... Мы очень вкусно покушали. Я сейчас спустился вниз, в туалет, и заодно вижу, здесь еще есть зал тоже внизу. У них видно, что каждый зал, каждый этаж оборудован в своем стиле. Это нижний, мы сидели на следующем, и еще два сверху есть, чтобы туда посмотреть пойти сейчас. Таня, Таня, я скажу наверх, посмотрю, какие там еще этажи. В каких стилях они сделаны. Давай. Сейчас посмотрим. Холодновато. Холодновато. Я хочу наверх подняться. Типичная узкая лестница, типичный дом. Что у нас здесь? Ух ты. Да, тоже по-своему неплохо. Но мне, если честно, больше нравилось там, где мы сидели. Главное, обратите внимание, столы не убраны. Все столы не убраны. Все стоит с посудой. И никого нет. То есть, видно, что персонала не хватает, мало людей. Наверное, какой-то семейный бизнес. Кто-то кушал, что-то жарили, наверное, сковородки. Хотя чуть-чуть вкусно выглядит. Я что-то такого в меню не заметил. Царское сиденье. Наверное, так. Муляж. Ну, как бы это все. И выше. Выше уже некуда, да? Выше. Выше вот здесь вот. Заходите. И потом идет лестница вот наверх. Она еще, видите, идет. Вот. Видимо, вот там можно пройти. Но здесь написано «Приват». Значит, там, скорее всего, жилые помещения для... Ну, это, скорее всего, семейный бизнес, сами понимаете. Да, это, скорее всего, жилые помещения. А вон Кирюха стоит. С Тимуром. Ну, что ж. Давайте немножко расскажу вам про этот ресторан. Посоветовать его можно. Он прикольный. Реально было очень вкусно. Вот, правда, было очень вкусно. И, в общем-то, мы на всех заплатили 94 евро. Сколько? 94. Охренеть. На 6 человек. На 6 человек. Это, если так поделить, ну, по пятнашке получается, да, грубо говоря? Дети, считай, десерт ели, да. Нормально, нормально. И было реально вкусно. Да. Кирюха, Гришу, Кирюха, была обалденная. Я восторгивал сейчас. Таня тоже говорит, что она была самая вкусная из тех, что она пробовала в Германии. Хотя, вот Кирилл, ладно, две пробовал. Я две пробовал. Он из двух сравнивает. А я там каждый год пробую. Обалденная была. Ну, вот, в общем, не знаю. Смотрите, сами, если будете в Моншау, заходите. Будет реально вкусно. Будет вкусно. Я думаю, что мы сюда тоже еще не раз заедем. Ну, а сейчас все. Мы уже идем в машину, поедем домой и будем готовиться к завтрашним будням. Так что, ребят, всем пока. Надеюсь, вам понравилась эта экскурсия. Увидимся с вами. Надеюсь, завтра. Танюша, всем пока. Друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал. Все равно ВТВ и Саша Таня Лай. Так точно. Покедова. Ну ладно, может, шапочку?